Душою видим, сердцем говорим. Региональный этап всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России-2024» определил лучших специалистов-педагогов республики в двух номинациях – «Учитель-дефектолог» и «Учитель-логопед». Чьи профессиональные способности были оценены жюри выше, узнавала Фатима Даурова. Речь ребёнка находится на кончиках его пальцев, а общаться и контактировать с внешним миром его учит «Учитель-дефектолог», который раскрывает сердца детей, отыскивая в их ершистых характерах струнки доброты, отдавая всю заботу и ласку, на которые способны лишь отзывчивое сердце истинного педагога. В этом году за звание «Дефектолог года» и «Логопед года» соревновались девять лучших специалистов специальной педагогики. Конкурс проводится в целях повышения профессионального уровня и реализации творческого потенциала учителей, работающих с учениками с ограниченными возможностями здоровья. «Роль дефектолога для детей с особыми образовательными потребностями, конечно же, неоценима. Маленькими шажками, иногда не видя сразу результатов, дефектолог идёт по жизни с ребёнком и его семьёй, помогая развиваться и взрослеть. Сегодня в Карачаево-Черкесской республике получают образование более двух тысяч детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с которыми работают более ста учителей-дефектологов и учителей-логопедов». Сколько труда, терпения, профессионального и жизненного опыта воспитателю необходимо вложить, чтобы из маленького ребёнка получился самостоятельный человечек, способный обучаться в школе, а быть воспитателем детей с ограниченными возможностями здоровья вдвойне трудней. О том, как специальные педагоги справляются со своей задачей, члены жюри узнали из профессионального портфолио, видеопрезентаций, тематических выступлений участников конкурса. Одержать честную победу своим коллегам пожелала прошлогодний победитель конкурса Марина Дерябина. «Но только из-за того, что они сегодня все здесь, я считаю, что они все победители, потому что работа дефектолога, конечно, заключается в том, чтобы помочь ребёнку, который имеет ограниченные возможности здоровья, чтобы этот ребёнок как цветочек расцвёл в руках дефектолога. Поэтому я желаю всем удачи, победы и благодарных учеников». По итогам конкурса лучшим дефектологом года признана Валентина Моисеева, учитель коррекционной школы Черкеска. В своей профессии она уже шесть лет, и принятие решения посвятить себя особенным деткам считает одним из самых главных в жизни. «Нет, ни разу. Я с самого детства хотела стать педагогом, а судьба привела меня в коррекционную школу. Ни разу не пожалела, конечно же. Как я могу пожалеть о таком, когда я вижу любовь к своим деткам, когда они бегут ко мне, обнимают меня, они очень искренние. Они не умеют врать, они не умеют лукавить. Если они любят, то они любят тебя со всей душой, всем сердцем любят тебя. Эту любовь они всегда отдают тебе без остатка». В номинации «Логопед года» первое место заняла Юлиана Экзекова, учитель школы-интерната имени Латоковой. Победители будут представлять нашу республику на федеральном этапе.